Всем привет! Продолжаем изучение языка программирования C и сегодня в небольшом видео познакомимся, подойдем к знакомству, что такое функции, как создать функции, для чего нужны функции. Так вот, сегодня рассмотрим функции. Разберемся, что такое функции, как их создать самому, как их использовать. В предыдущих примерах мы использовали стандартную библиотечную функцию форматированного вывода на экран, функцию printf, если вы помните. Давайте вспомним, что такое функция. Функция это именованный порядок инструкции или команд. Ну, printf, что? Print format. Выводит данные в форматированном виде на экран консоли. Итак, давайте вернемся к предыдущему примеру нашей виртуальной игры, в которой есть сущность игрок, у которого есть такое понятие, как текущий уровень здоровья. Ну, давайте добавим игроку нашему еще пару параметров. Ну, например, он будет получать опыт. Пока не важно за что, это может быть убийство врагов, выполнение заданий там или еще чего-то. Главное, что ему нужно будет добавить понятие опыта. Так, и что для этого нужно? Так, давайте посмотрим на нашу программу. У нас есть только переменная gHealth, которая инициализируется при запуске программы и значение жизни устанавливается в 100. Ну, как минимум, нужно добавить переменную, еще одну, которая будет хранить текущий уровень опыта. Дальше нужно иметь пороговое значение этого опыта, после достижения которого игрок получает новый опыт. Плюс нужна переменная, которая будет хранить значение текущего уровня. Что у нас получается? Получается, как минимум, три новых переменных. Добавим их. Ну, и плюс нужно, как по мне, добавить именованные константы для инициализации этих переменных. Обычно на экране игрок всегда может увидеть текущее количество опыта. Сколько осталось, сколько осталось, текущий уровень игрока, уровень жизни. Так вот, давайте воспользуемся еще функцией printf для вывода этого всего на экран. Ну, понятное дело, что мы выводим на экран консоли, мы сейчас это все будем выводить. Но это не так важно. Как рисовать графические элементы, вы, короче, со временем научитесь. Ну, да, и на данном этапе спокойно рисуем в консоль. Главное, что у нас сейчас будут переменные, которые будут хранить нужную нам информацию. Итак, давайте-ка я добавлю три новых переменных. Они будут целочисленные. Вот, то есть тип у них int. И называться они будут вот так вот. И, соответственно, я добавляю... Добавляю... Что я добавлю? Вот так вот. Добавлю именованные константы. То есть это начальные значения наших вот этих переменных. Ну, еще можно добавить начальные значения для наших жизней. Вот, сделаем вот так. То есть, соответственно, есть у нас в целом в сумме четыре переменных, которые как бы... Что у нас? Жизни, текущий уровень, пороговое значение для поднятия уровня и текущий уровень. Да, текущий опыт, пороговое значение, текущий уровень. Вот. Теперь давайте-ка напечатаем. Да, воспользуемся функцией printf. Ну, я вот так вот сделал. Вот, смотрите, что у вас здесь нового. У вас здесь в printf мы до этого, по-моему, использовали только один параметр. Сейчас уже два параметра. То есть, процент d говорит нам, что после запятой будет у нас целочисленное значение. Дальше printf как работает? Взял вот это значение, вывел его. Дальше пробел, тире, пробел. Смотрит опять процент. Смотрит d. Значит, он понимает. Значит, еще один есть параметр, аргумент. Он его тоже берет, выводит. И переход на новую строку. Теперь смотрите. Вывод информации у нас готов. Ну, давайте запустим. Запустим, запустили. Вот у нас информация. Жизни, текущий уровень, пороговое значение. Ну, текущий уровень опыта, пороговое значение и текущий уровень. Итак. Теперь давайте, к примеру, сделаем так, чтобы игрок, ну, получил немного уровня. Да? Немного, блин, не уровня, а опыта. Вот так. То есть, увеличим текущий уровень на 100. Ну, или это можно сделать прямо вот так. Ж, current experience, плюс равно, плюс равно 100. Вот так. Теперь давайте напечатаем о том, что игрок получил немного опыта. И выведем опять такую же информацию. И теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Начальное значение. Текущий уровень очков опыта 0. После того, как он получил немного опыта, 100. Да? Пороговое значение 500. Смотрите. Что-то у нас в этой программе не так. И что-то мне не нравится, вот этот разделитель. Тире. Я его хочу заменить на вот такой слэш. Вот, вот такой. Так, я в двух местах поменял. Нет, давайте на обратный слэш. Для этого мы заэкранируем. Почему надо экранировать? Потому что printf, когда разбирает эту строку, он смотрит слэш, и он дальше думает, ага, значит, следом escape символ. Но если следом идет опять слэш, то он его выведет. Если же мы просто напишем слэш, то поведение программы не определено. Он воспримет следующий символ как escape символ. Мы это говорили в предыдущих лекциях. Вот, и, соответственно, поведение программы может быть не определено и может что-то упасть. Короче, смотрите. Нет, давайте слэш в другую сторону. Что-то мне не нравится в этом. Вот так вот. Замечаете, что я делаю? Я сейчас меняю в двух местах, если мне что-то не понравилось. Так что же в этой программе не так? Ну, уже, как вы видели, я при изменении формата вывода, мне надо было вывести это, то есть не вывести, а поменять значение в двух местах. Теперь смотрите. Еще раз смотрим, что тут не так. Ну, как минимум, у нас дублируются наборы команд. Вот, три строчки printf и еще три строчки. Точно такие же, одинаковые. То есть это называется дублированием кода. И дублирование кода надо избегать. Вот, так вот, как вы уже поняли, если вдруг изменится подход к тому, как и в каком порядке выводить информацию, в данном случае у нас в двух местах дублирования. Одно место и второе. И при дальнейшей работе у нас может появиться еще больше мест, где будут дублироваться эти команды. Что тут можно сделать? Ну, конечно же, можно сделать свою функцию. То есть создать именованный набор инструкций и в одном месте реализовать этот набор команд. И если придется менять, то будем менять только в одном месте. Итак, создаем свою функцию. Что для этого нужно сделать? Ну, подумать, будет ли функция возвращать какой-то результат. В данном случае не будет. Теперь смотрите, с типом данных int вы уже знакомы. Это тип данных для хранения целочисленных данных. Ну, целочисленных чисел, потому что есть еще вещественное, но это для целочисленных. О том, какие есть типы данных, поговорим в другой лекции. Но не сейчас. Сейчас вы увидите еще один тип. Void. Вот. Но пока вы это все увидите. Вот так. Давайте Void пока не буду показывать. Пока вы это все увидите, давайте еще подумаем над чем. Наша функция должна просто выводить информацию. Данных возвращать она не должна. То есть и никаких параметров принимать тоже не будет. Потому что наши переменные, наши данные, они как бы вот глобальные переменные. Вот. И доступ к ним мы имеем из функций. То есть из любой функции, которая внутри файла main.c. Так, теперь нужно определиться, как мы назовем нашу функцию. Но я предлагаю назвать ее вот так вот. Print Player Info. Теперь смотрите. В начале имени функции нужно указать возвращаемый тип. Так как мы ничего не возвращаем, пишем Void. Что такое Void, как бы на некоторые моменты пока можете не особо обращать внимание. Вот даже на это. Со временем это уже набьет оскомину и вы прекрасно поймете, что это такое. Пока знайте, что Void означает, что функция не возвращает никакого значения. Дальше, то есть синтаксис какой тип функции. Дальше имя функции. После чего открываем, закрываем скобки. Внутри них нужно передавать параметры. Но мы определились, что никаких параметров у нас быть не может для данной функции. То есть все данные у нас глобальные. И мы возьмем отсюда. Значит, вот такая у нас функция. Еще нужно фигурные скобки открыть и закрыть. Внутри фигурных скобок, внутри этой области видимости, будет тело нашей функции. То есть получается мы написали, создали прототип функции с названием printPlayerInfo. То есть по аналогии вот есть printf, а у нас собственная функция printPlayerInfo. Вот это именованный порядок инструкций, пока ничего не делает. Нет. Функция есть, но тело функции пустое. Теперь давайте добавим функциональности и немного изменим наш код. Что я делаю? Я переношу вот эти printf вон туда, а здесь удаляю. Теперь смотрите, что мы делаем. Для того, чтобы вызвать функцию, мы ее вызываем. Пишем ее имя, открываем скобки. Если есть параметры и функция принимает их, сюда передаем. И точку с запятой. И в конце аналогично. Теперь давайте запустим. И программа у нас работает точно так же, как и перед этим. Вот. Теперь смотрите, как упростился код наш. Дублирование кода ушло. Код стал проще. Строк кода стало меньше. И если нужно нам что-то менять в выводе, то только в одном месте. Теперь давайте напишем еще пару своих функций. Нужно сделать функцию, с помощью которой будем наносить урон нашему игроку. Что нам нужно? Придумать имя для этих именованных команд. Подумать о возвращаемом типе и о входных данных. Возвращать ничего не будем. Функция будет просто работать, как и предыдущая. Ну, с глобальными значениями наших жизней. Значит, пишем void, дальше имя, player takes blood damage. И открываем фигурные скобки. Вот тело нашей функции. Параметра у нас нет. Вот. Почему нет? Потому что у нас уже в имени функции содержится, какой урон будет игрок принимать. Если бы просто player takes damage, то мы бы создали параметр damage и передавали бы его. Вот. Но пока это у нас конкретная функция. Не универсальная, а конкретная, которая будет наносить урон жизням игрока. В зависимости от константы, да, вот этой. Bullet damage. Так вот, тело функции состоит из одной инструкции, в которой мы просто уменьшаем количество жизней. Конечно же, можно было бы и не создавать специально для одной строчки аж целую функцию. Но, если в будущем добавится некий коэффициент, на который нужно будет умножать урон от пули, то что нам делать? Нам искать по коду все эти места и добавлять этот коэффициент. А если мы введем понятие брони, то нужно будет учитывать еще броню, ну или еще что-то. То есть, сами понимаете, да, тут у нас будет изменение жизни, тут изменение еще в других функциях. И нам везде надо будет делать доработки. То есть, по аналогии вот с этим, да, надо поменять слэш на обратный или еще что-то. Делаем только в одном месте. Поэтому делаем отдельную функцию. Пусть будет. И давайте добавим еще одну функцию, которая будет увеличивать опыт нашему игроку. Делаем по аналогии. Но! Какое у нас возникает но? Нам нужно передавать количество получаемого опыта. То есть, по аналогии сделали. Void ничего не возвращает. Имя. PlayerTakesExperience. Открыли скобки, закрыли. И открыли, закрыли. Фигурные скобки. Так вот. Вот это прототип нашей функции. Нам нужен внешний параметр, в котором будет приходить количество нового опыта. Ну, давайте я его и сделаю. Пишем int. Целочисленное значение у нас будет. И имя для этого параметра. Теперь смотрите. Что нам нужно сделать? Нам нужно jCurrentExperience равно jCurrentExperience плюс новый экспириенс. После выполнения этой функции глобальная перемена jCurrentExperience увеличится на указанный параметр. Теперь смотрите. Давайте printPlayerInfo дальше. Дальше это удалим. Дальше пусть игрок получит урон. Выведем информацию. И дальше игрок пусть получит какой-то... Сколько-то опыта. Давайте 50 опыта. Вот. И теперь давайте разделим. Разделим, да? PrintF. Это все добро, чтобы на экране было красивее, не сливалось все. Слэш. А, давайте прям слэш N вот здесь и добавим. То есть выявилась информация и... Даже давайте вот так вот отформатируем. Вот у нас будет вот так вот вывод. Пусть будет. Теперь смотрите. Давайте запустим. Давайте запустим, как оно у нас работает. Начальное значение. Дальше. Получили урон от пули. Как вы видите, жизни уменьшились. И дальше я забыл вывести еще одно значение. Давайте вот так вот. Запускаем. И дальше я получил еще 50... Этого... Опыта. Вот у нас все обновилось. Ну, думаю, на сегодня все. Чтобы не делать наши уроки длинными, буду делать их стараться короткими. Что от вас потребуется? Подумать над тем, какие функции еще могут потребоваться. Попробуйте добавить параметры нашему игроку. Так, чтобы они учитывались в функции, которые выводят на консоль всю эту информацию. Попробуйте понаписывать всяких там своих полезных функций. Можно даже без содержимого. Просто как прототипы. Прототипирование всегда используется в программировании. Вы можете посоздавать ряд функций с именами красивыми и правильными. И попробовать раскидать их по коду. Ну, к примеру, там первая функция что-то инициализирует. Дальше вызывается функция, которая наносит урон. Вот. Дальше, которая там восстанавливает жизни и т.д. и т.п. Ну, вот представьте, это просто прототипы. Пустые прототипы. То есть, к примеру, это все можно удалить. Это пустые прототипы. И вы разбрасываете по коду, вы выстраиваете свой программ. Реализацию можно делать потом. То есть, самое главное, вы его вот так вот делаете, смотрите. Ну, нормально, ненормально, красиво, некрасиво. Удобно ли передавать параметры или читать их. То есть, вы прикидываете. А потом уже начинаете прототипировать. Потому что в процессе прототипирования вы можете подумать, ну, эта функция как-то не совсем, по ней понятно, что она делает. А это, ей бы нужно еще параметры, потому что там коэффициент, может быть, надо передать. И все такое. Так вот, есть даже такая тема, что есть такой подход, когда программисты сначала пишут тесты, которые тестируют будущий функционал, которого еще нет. А только потом пишут функционал. И уже готовый функционал запускают уже на готовых тестах. И сразу видят, где проблема, где что не так работает. Так вот, что вам делать, я сказал. Ну, и еще, конечно же, откройте какую-то книгу. Стивен Пратта или Ричи, или еще что-нибудь. Прочитайте, что такое функция, синтаксис и объявление, и посоздавайте свои функции. А в следующем уроке мы продолжим разбор функций и узнаем, что такое условные операторы. Потому что нам обязательно надо использовать условные операторы. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.